Михаил Альбертович, можете рассказать, как Саратовская область на фоне других регионов выглядит в борьбе с ковидом, по вакцинации, по темпам вакцинации? И из этого вытекающий вопрос, как на фоне других регионов с кадровым дефицитом у нас состоят дела? Во-первых, ситуация по ковиду остается достаточно напряженной. Сегодня более трех тысяч коек продолжают функционировать. Да, по сравнению с предыдущими периодами это количество сократилось почти на тысячу коек, но тем не менее в оказании помощи задействовано, как я уже сказал, достаточно большое количество ресурсов стационарных медицинских организаций. На пике разворачивалось до 25% коечного фонда, переводилось под ковид. Это, конечно, очень непростая ситуация для оказания помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. Сегодня есть система управления инфекционным процессом. Если мы год назад говорили, что у нас такого лекарственного препарата нет, то сегодня это абсолютно доступно. И вакцинация является именно тем механизмом, который позволяет избежать тяжелого течения, поступления, заболевания в том числе. И более 92% поступающих пациентов в ковидные госпиталя – это пациенты не вакцинированные. Те же, которые вакцинированы, поступают, это, как правило, легкое течение. Они не попадают в реанимацию. Мы видим, что по вакцинам сегодня эта ситуация очень позитивная. Причем буквально вчера завершился саммит министров здравоохранения G20. Это страны с наиболее развитой экономикой. И мы видим, скажем, пример Сан-Марина, куда поступила вакцина «Спутник». Практически все взрослое население было вакцинировано. И сегодня на территории Сан-Марина нет пациентов, подлежащих госпитализации. Все эти койки закрыты. Это наглядный пример эффективности. Вот на маленькой территории показать, насколько это работает. Поэтому сегодня самый прямой и быстрый путь к обрыву именно распространения инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, это, конечно же, только вакцинация. По Саратовской области вакцинация сегодня идет. Вакцины доступны в медицинских организациях на всех более 100 пунктов. И темпы надо нарастить. И главное, чтобы население... Вот я вижу две категории пациентов. Те, которые уже идут ранее вакцинированные, пришли на повторную вакцинацию. И действительно, вот сегодня мы видели пациентов с отягощенным анамнезом, с заболеваниями тяжелыми, которые не переболели благодаря тому, что своевременно вакцинировались, сегодня пришли на повторную вакцинацию. И есть те, которые поступают в стационары с тяжелыми осложнениями, которых абсолютно четко можно избежать. Это, конечно, вот слушать сегодня какие-то домыслы и читать в интернете абсолютно необоснованные какие-то публикации, но это неправильно. Сегодня есть путь спасения. Им нужно пользоваться. Это вот то, что вы говорите. Поэтому по Саратовской области сегодня нужно нарастить темпы, и люди должны понять, что это элемент спасения жизни. А по кадрам? По кадровым вопросам. Значит, ситуация различная в разных медицинских организациях. По стационарам неплохая укомплектованность. Хочу отметить, вот Олег Владимирович, главный врач скорой помощи, сейчас докладывал, количество бригад линейных. На линии работающих увеличилось в полтора раза, да? Ну да, 15-20 бригад в сутки. То есть сегодня, если в прошлом году работало чуть больше 40 бригад, сегодня работают уже более 60 бригад. Конечно же, лучше, чтобы это количество еще нужно увеличить. Мы все-таки считаем, что прогнозная численность бригад, которая должна работать, должна составлять порядка 80. Для этого сегодня и ректор медицинского вуза прилагает все усилия, администрация региона прилагает. Поэтому задачи решаются, но мы пока не дошли до той, так сказать, золотого стандарта. Ну и обязательно нужно уделить внимание амбулаторно-поликлинической помощи. Я хочу выразить благодарность руководству региона и хочу выразить благодарность депутатам, всем, которые принимали участие, Вячеславу Викторовичу, Володину. Они сегодня создают в том числе и поддержку для медицинских работников по строительству жилья. Жилье ведомственное предоставляется, но и для сотрудников скорой помощи. Сейчас, ну, мы сегодня заезжали, посмотрели. Это полностью мобилированные жилые помещения, которые позволяют медицинскому работнику эту проблему закрыть. Причем рядом школа, бассейн, то есть человек может приехать и с работы отдохнуть и полностью чувствовать себя комфортно. Ну и вот сейчас строительство инфекционной больницы завершается уже процесс. Блестящий проект, хорошее оснащение, продуманная в том числе система расположения пациентов. Каждая палата является с отдельным входом с улицы, то есть позволяет профилактировать передачу внутри больничной инфекции. И в том числе есть возможность разделить по блокам с разными заболеваниями пациента для того, чтобы, опять же, профилактировать проблемы внутри медицинской организации. Даже есть номерной фонд для в случае какого-то контакта или необходимости, чтобы медицинский персонал мог переночевать в самой больнице. Это тоже предусмотрено. Ну и правительство Российской Федерации, помимо финансирования самого проекта по инфекционной больнице, выделило еще каждому региону сегодня на оснащение лабораторий именно для диагностики инфекционных заболеваний. Не только это относится к ковиду, это и вирусные, и бактериальные, и грибковые инфекции. Каждый регион получил для оснащения лабораторий в соответствии с новыми приказами Министерства здравоохранения достаточное количество средств. Вот Саратовская область получила 100 миллионов и закупила современную лабораторию, которая позволяет фактически любую детекцию возбудителей проводить. Поэтому это вот такая системная пошаговая работа, которая позволяет нам с учетом и того периода, в котором мы продолжаем пока, к сожалению, находиться, делать те шаги, которые нам позволят в будущем профилактировать. Ну и сейчас началась вакцинация против гриппа. Сделать это нужно обязательно для того, чтобы обезопасить себя и от данного заболевания. Поэтому нужно прислушаться к врачам, нужно пойти по пути профилактики, а не сталкиваться с проблемами и решать ее уже, когда тяжелые осложнения возникают. Планируется ли выделить дополнительные средства на скорую помощь в Саратовской области? Да, планируется. В этом году планируется поставка более 1624 автомобиля. Планируется в целом по Российской Федерации автомобили и класса БИЦ поставить. И на Саратовскую область планируется поставка 25 автомобилей скорой медицинской помощи. Ну и, может быть, несколько слов главный врач по скорой помощи давает еще. Ну, по автотранспорту мы много встречались с вами и делали презентации, сколько у нас машин в городе Саратове, что ни одной машины старше пяти лет у нас нет. Все машины укомплектованы табельным оснащением, соответственно, со всей нормативной документацией. И могу сказать, что в прошлом году потрачено было из разных источников на приобретение машин 152 миллиона рублей. Ну, в общем, ситуация на сегодняшний день, мы видим, что она очень активно развивается в положительную сторону. Плюс еще правительством по поручению Михаила Владимировича Мишустина выделены дополнительные средства для оплаты услуг в рамках обязательного медицинского страхования. Более 1 миллиарда 200 рублей денег предоставлено фонду, территориальному фонду обязательного медицинского страхования для оплаты счетов, ранее выставленных. Поэтому медицинские организации получают дополнительные средства для оплаты услуг. Ну, поскольку нагрузка на медицинские организации, конечно, возросла. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Мы можем буквально три вопроса по федеральной повестке. Это вопрос от наших коллег канала «Россия». Вы правильно сейчас сказали, что начинается вакцинация от гриппа, но параллельно идет и вакцинация от коронавируса. Совместимы ли эти прививки, или можно делать эти два укола одновременно, или нужно какое-то время между ними? На этой неделе пройдет заседание иммунно-биологической комиссии, которая примет решение уже с учетом всех данных. Ранее было решение принято составом специалистов по разделению. Сейчас появились новые данные о безопасности, поэтому на этой неделе иммунологическая комиссия должна принять решение о совместимости. И по результатам я проинформирую всех. Еще один вопрос. Есть понятие коллективный иммунитет. Вот как в целом сейчас в стране идет ситуация по наращиванию этого иммунитета. Нужно ли, может быть, дополнительное количество больших прививок сделать жителям, чтобы достичь этих цифр? Ну, во-первых, достаточное количество вакцин во всех регионах. Фактически запас сформирован на один месяц спокойной, бесперебойной работы. И сейчас, поскольку осенний период, повысилась активность коммуникации населения, то, конечно же, нужно просто успевать и делать сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции, поскольку многие страны прогнозируют, что этот период осенний может дать повышение заболеваемости. Поэтому для того, чтобы избежать неприятных последствий, причем я хочу обратить внимание, что если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для старшего возраста, мы говорили, что старше 60 лет, то сегодня мы в связи с новым течением заболевания видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины. Поэтому специалисты сегодня четко выработали рекомендации по профилактике и безопасности пациентов именно против коронавирусной инфекции. Нужно этим воспользоваться, тем более, что это доступно сегодня очень широко.